Как настроение? Хорошее. На что сегодня настроен? На победу. Мы на победу настроены. На победу. Как готовишься к соревнованиям? Ответственно. Ночь не спали. Ночь не спали, волновались, закаляли дух. Ну давай что-нибудь соперникам все-таки пожелаем. Удачи, победы, пусть они будут первыми. Ну мы стопим первое место. Ну катали, там мячик, лыжи, бокс играли. Ну готовились, там девиз говорили, тренировались. Как удалось родителям говорить поучаствовать в соревнованиях? Они с вами согласились. Ну пришлось, надо ребенка выручать. Ну пожелания всем спортсменам сегодняшнего. Всем удачи, победы, а там, как Бог даст. Настроение. Настроение главное. Для начала зрители познакомились с участниками. Улыбка, молния, семья, верные друзья. Для удобства семьям были присвоены яркие названия. Спортсменов и болельщиков подбодрил участник эстафеты передачи Олимпийского огня на Тамбовщине. Я хочу признать, что на протяжении всей жизни спорт был самым лучшим вашим здоровым. Потому что только здоровый человек может обладать здоровой мыслью и стремиться сделать здоровую жизнь вокруг себя. Успехов участникам, успехов нашим спортсменам. Я надеюсь, что олимпийское настроение оно будет всегда. Потому что самая главная цель Олимпиады, когда начиналось, это чтобы народу жили в мире. И на этот момент они прекращали все войны и все эти разумения. На старте четыре команды. Каждая выступает в количестве трех человек. Папа, мама и ребенок – капитан команды. Вот они, бодрые, подтянутые и даже в чем-то непобедимые. В чем именно, мы узнаем позже. По традиции, капитаны были приглашены для поднятия флага России. Девизом встречи стали простые слова «всей семьей к здоровью». Дети объединили своих родителей в дружескую команду, поставив перед собой задачу «тяжело в учении, легко в бою». В чемпионате по семейному многоборью команды продемонстрировали хорошую физическую подготовку. Во время музыкальных пауз члены судейской коллегии подводили промежуточные итоги. А дальше снова в бой. Невесомый шарик против потока воздуха оказывается совсем нелегким. Импровизированные лыжи неудобно сидят на ноге. Двух рук маловато, чтобы захватить как можно больше разноцветных шариков. Но каждый из участников не сдается. Пока жюри подводило итоги, перед любителями спорта выступили воспитанники школы единоборств. В упорной борьбе выявились победители. Для них учредили грамоты и призы. В номинациях для самых быстрых, ловких, метких и умелых, самых дружных и сплоченных семей. Третье место поделили семьи Месоедовых и Гераськиных. Второе присудили дружному семейству Наймушиных. И самую почетную ступеньку пьедестала заняли мама, папа и сын Дубаневичи. Адубаневичи, они очень спортивные. Он всегда у нас в школе спортивный, всегда занимал первое место. И даже по Олимпиаде какой-нибудь он всегда занимал первое место, потому что они не сдаются. Спасибо им за победу, очень молодцы прям. Я аж хрипу, болел сильно. А остальным что пожелаем и посоветуем? Ну, удачи, да. И чтобы тоже много мест завоевали, первых тоже желательно. На мой взгляд, все команды были хороши, но мы болели за свою команду, занявшую второе почетное место. Это семья Наймушиных. Они активные, сильные, смелые, умелые. Желаем им удачи в дальнейшем. А остальным? Тоже. Стремитесь всех к здоровому образу жизни. Светлана Даровских, Варвара Павлова, Александр Трегубов для рубрики «Спорт».